Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом нежного итальянского десерта тирамису по классическому рецепту. Нам понадобится плитка горького шоколада, натрем ее на мелкой терке. Для тирамису можно использовать и обычный какао порошок, но я решила взять шоколад. Это уже на ваше усмотрение. Теперь у яиц нужно отделить белки от желтков. Для десерта нужно 5 яиц. Классический десерт тирамису делается именно с сырыми яйцами, поэтому нужно брать самые свежие яйца и их нужно предварительно обязательно вымыть и обсушить. Капли воды не должны попасть в белки, иначе их будет сложно взбить в крепкую пену. Теперь в белки добавляем щепотку соли и взбиваем их в крепкую пену до стоячих пиков. Взбивать нужно постепенно, начиная с минимальной скорости миксера, и постепенно ее увеличивая. Позже я обязательно поделюсь рецептом тирамису без яиц. Посмотрите, при переворачивании чаши белки не стекают с ее стенок. Теперь в желтки высыпаем 110 грамм сахара и взбиваем их до бела. Получается такая пышная масса. Далее постепенно вмешиваем в желтки сыр маскарпоне. Я делаю это миксером на минимальных оборотах. С сыра берем 500 грамм. У меня на канале есть еще простые рецепты десертов без выпечки. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. Получается такая однородная сырная масса. Далее аккуратно вмешиваем ее во взбитые белки. Вмешивать лучше всего лопаткой, такими круговыми движениями, чтобы белки не потеряли свою воздушность. Если белки полностью не смешаются с сырно-желтковой массой, то это ничего страшного, так и должно быть. Посмотрите, у меня остались такие небольшие белковые кусочки. Наш крем для тирамису готов! Кроме того, нам понадобится черный крепкий кофе, примерно 300 мл. Можно кофе сварить, но я использую растворимый. На 300 мл воды я добавила 2,5 чайные ложки кофе. И еще кофе обязательно нужно остудить. Переливаем его в глубокую тарелочку. Диаметр должен быть больше, чем длина бисквитного печенья Савоярди. Теперь начинаем собирать наш десерт. Я взяла форму размером 27 на 16 см. На дно распределяем немного крема. Затем посыпаем натертым шоколадом. Далее берем бисквитное печенье, быстро обмакиваем его сахарной стороной в кофе и выкладываем в форму поверх крема. Лучше всего обмакивать не все печенье целиком, а только до серединки. Тогда печенье не будет сильно разваливаться, при этом, когда десерт настоится, оно станет мягким. Таким образом, выкладываем один слой печенья. У меня упаковка 400 грамм. Этого как раз хватает на такие две порции десерта. Вторая форма у меня примерно такого же объема, как и первая. Точно также распределяем немного крема, шоколад и слой печенья. Теперь поверх печенья распределяем крем так, чтобы он покрыл все печенье и чтобы крема осталось еще на один слой. Снова обмакиваем печенье в кофе и выкладываем поверх крема. Далее распределяем оставшийся крем ровным слоем. Сверху посыпаем оставшимся шоколадом. Повторюсь, что вместо горького шоколада можно использовать и какао-порошок. Теперь накрываем формы пищевой пленкой и отправляем десерт в холодильник настаиваться примерно на 2 часа. Десерт получается легким, воздушным и совсем не приторным. Как можно отказаться от такого лакомства? Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!